Мелинди Блэйн Мелинда тут же откликнулась. Она взяла трубочку и начала кормить котенка. За один день малыш набрал около 20 граммов. Впервые в жизни живот котенка был полным. На следующий день о котенке заботилась спасатель Шелби Уихара. Малыш не мог есть и соски, поэтому стало ясно, что ему нужна дополнительная помощь. Всем хотелось, чтобы Вольфи выжила. Котята, осиротевшие в раннем возрасте, очень уязвимы. Им нужны антитела, способствующие укреплению иммунитета. Обычно они их получают из материнского молока в течение первых двух дней после рождения. Вольфи давали антибиотики, так как она была не совсем здоров. Такое состояние легко может перерасти в пневмонию, ведь временами в ее легких слышались хрипы. Шелби и ее муж Брандон ухаживали за котенком круглые сутки. Они кормили и согревали его. После четырех дней приема антибиотиков легкие котенка стали чистыми. Вот тогда я поняла, что с ним все будет в порядке, говорит Шелби. Вольфи очень привязалась к людям и требует постоянного внимания. Она громко мурлычет, когда рядом кто-то есть. Шелби призналась, что Вольфи самый нежный котенок в мире. Она любит лежать на спине. Ей очень нравится, когда гладят ее животик. От удовольствия она начинает сумасшедшим урлыкать. Вольфи нравится сидеть на коленях, когда люди смотрят телевизор. Она не хочет оставаться одна и громко плачет, пока не получит то, что хочет. К тому моменту, как Вольфи исполнилось три недели, ее вес увеличился втрое. Теперь у нее милый круглый животик и крутая прическа. После кормления Вольфи любит сидеть на руках или кататься на спине. Она просто счастлива. Очень скоро она станет большой и сильной. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.